Сквер разбили в этом году, можно сказать, общими усилиями общественности, городской администрации и депутата от территории. Теперь это любимое место отдыха жителей окрестных домов. Дворника еще не было, но вокруг чисто. Весь мусор со вчерашнего вечера в урнах. Местные активисты говорят, что с одной стороны держат ситуацию под контролем, а с другой людям место нравится и они сами стараются не сорить. От сквера идет аллея с беседками. Также в этом году на бюджетные деньги привели в порядок тротуар на нечетной стороне улицы Маяковского. Четную сторону благоустроили ранее. Отношения у нас очень хорошие, потому что по первому заявлению или звонку приезжают работники ЖКХ, администрации. Здесь приходила комиссия, которая возглавляла Анжелика Анатольевна Базунова и обходили территории, которые нужно благоустроить. Но поскольку вы видите, что здесь очень красиво, у нас сейчас не в каждом дворе такая красота находится, но поэтому они как бы ходили и смотрели другие уголки, которые нужно еще благоустроить и привести в порядок. Город, конечно, меняется. Особенно в центре, красиво все так, убрано. Мне нравится. Цветов много. Свой личный вклад Александра Петровна делает ежедневно, утром и вечером. Она ухаживает за клумбой во дворе. Ее нужно поливать, а иногда и пропалывать. Цветы однолетние. Осенью собираются семена, а весной высеиваются и так каждый год. А что не трудоемкое? Потрудишься и как-то легче становится. Хочется чем-то заниматься, чтобы не сидеть вот так вот, сложа руки. Вот выйдешь на улицу, вот смотрите какая красота. Сразу настроение поднимается. Уютный двор буквально притягивает детей. Все разных возрастов и для всех здесь стараются найти занятия. Можно делать такие вот фигурки из пластиковых бутылок. Эта стена также расписана при участии юных художников. В этом году ее обновят, а может даже придумают новую картину. Также ребята помогают ухаживать за цветами. Взрослые постепенно обновляют турники и качели на деньги, которые, например, выигрывают, участвуя в конкурсах. А в этом году планируют продолжить. Если собственных средств не хватит, обратятся к своему депутату и администрации города-курорта с уверенностью, что конструктивное начинание обязательно поддержит.